Всем привет! В этом видео я хочу рассказать о нашей даче. Это место находится в непосредственной близости от нашего основного дома. Но пока что мы используем ее как дачу и ходим гулять сюда с детьми. Наша дача – это дом с историей, родовое гнездо большой семьи. Это участок 8 соток земли и дом, который был построен изначально около 90 лет назад. Сейчас идет май 2017 года. Участок мы начали приобретать почти год назад. Но ключи от дома мы получили только в сентябре. До этого шла волокита с документами. Для покупки нам пришлось продать трехкомнатную квартиру бабушке и частично добавить по деньгам. На участке планируется много переделок. Будет заменен забор и вырублен кустарник перед ним. Сейчас забор деревянный с большими щелями. В этом году будем смотреть, какие деревья являются мертвыми. Они, соответственно, будут вырубаться. Сейчас у нас в саду есть две сосны. Вот одна из них красавица. У нас на участке растет актинидия. Это деревень из телиана, дающая маленькие желто-зеленые плоды, по вкусу напоминающие киви. Актинидия – это и есть разновидность киви, которая может созревать в наших погодных условиях. Еще у нас есть много плодовых деревьев. Вот одна из них – древняя яблоня, которая дает очень вкусные яблочки. На участке есть детский уголок, состоящий из двух качелей и песочницы. Наши мальчишки очень любят проводить здесь время. С качелями – старая лавочка, которую мой муж планирует ремонтировать. Деревья мы уже покрасили, много мусора убрали. Впереди нас ждет борьба с сорняками, а в дальнейшем, надеюсь, сбор вкусного урожая. Как я уже говорила, изначально бревенчатый дом был построен около 90 лет назад. Потом он несколько раз достраивался и увеличился в основном в длину. Сейчас он выглядит длинным, соединенным с торца с другой частью. Там остались жить родственники, бывших владельцев. Дом будет реконструироваться. Для начала мы заменим венцы, то есть гнившие нижние бревна. Пока что дом крепкий. Надеемся, что такая замена поможет простоять ему еще многие годы. На крышу нужно будет сделать дождевые водостоки, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение дома. В этом году мы планируем сделать ремонт первого этажа. Из-за того, что дом строился этапами, планировка получилась не очень удачная. В доме есть красивая светлая столовая, но напротив нее расположен санузел, а кухня, которая должна, по идее, быть напротив, находится наискосок. Кухню очень хочется куда-нибудь перенести, но тогда нужно переделывать газовый проехт. Вас с газовщиками в нашей стране лучше не связываться. На первом этаже есть еще три комнаты. Одна из них квадратной формы с окнами в сад. Сейчас в ней нет углов, потолок заклеен обоями, и он низкий. Мы в ней планируем сделать ремонт, поднять потолки, оформить углы и поклеить новые обои. И еще есть две комнаты. Мы планируем сделать между ними гардеробную. Потом покажу, что из этого получилось. Ремонт тут, конечно, тоже необходим. Итого, на первом этаже мы планируем заменить полы, окна, сделать более удобную кухню, провести современное отопление, заменить старый газовый котел на новый, провести новую электрическую проводку. Второй этаж мы планируем переделывать только в следующем году, поэтому о планах перестройки второго этажа я расскажу в следующих видео. Пока что на этом все. Надеюсь, наши задумки и планы будут осуществляться. Я планирую регулярно о них рассказывать и выкладывать новые видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч, друзья! Всем пока!